Редактор субтитров А.Семкин Привет, друзья! Среда, Москва, 8 вечера, первая альтернативная. Это значит, что в прямом эфире феерическая и фантастическая программа «Звездочат». И сегодня у нас в гостях Василий Гончаров, он же Вася Обломов, не борец и не революционер, музыкант, продюсер, поэт-песенник, обладатель высшего образования, любитель брит-попа, ловко прикинувшийся в прошлом году гопником. И так ловко прикинувшийся гопником, что даже песню года получил. Здравствуй, Василий! Здравствуй! Про песню года и, собственно, про аналогии. То есть твой самый фантастический эфирический хит, который вот тогда вот пульнул прошлым летом. В принципе, фантастический эфирический хит. Вот тебе не кажется, что ты прям четко практически повторил судьбу своего героя лирического? То есть сейчас реально поднялся, реальный пацан. Песня-то стала в итоге трехмерной, 3D. То есть она вошла в жизнь. Ну да, это очень забавно, мне кажется. А если вдруг ты так и останешься автором одного хита? Я уже не остался автором одного хита. То есть там в интернете сколько-то есть видео, которые тоже под полмиллиона просматривают. У меня есть песня «Кто хочет стать милиционером? С чего начинается Родина?» И, кстати, вот у меня вышел альбом, который называется «Повести и рассказы». И, в принципе, альбом отвечает на вопрос, что у меня есть, кроме этой песни. В загадке. Вот, кстати, я вспомню, мы же уже в эфире. Я хотел передать привет Ростову-на-Дону и отдельно Максу Молодушкину и Палычу, которые сегодня смотрят нас. Пацаны, я с вами, как бодрость духа. Пацаны из Ростова, вы не только звоните, не стесняйтесь, на наш официальный телефон, который периодически видите у себя на экране, пишите ваши сообщения, вопросы и какие-то там темы для беседы в наш официальный твиттер, который вы тоже периодически видите у себя на экране. И мы постараемся вас в эфир вывести, а те, кто, скажем так, заслужит своими интересными, важными и умными вопросами, получат по альбому. Мы подарим сегодня три пластинки, сегодня подарим авторам самых интересных вопросов. Слушай, а есть такое вот, это касается, наверное, песни только Магадан, и там, ну, может быть, там, отчасти с чего начинается Родина. Есть такое некое ощущение, то есть я сразу просто сейчас скажу, вот, чтобы мы расставили точки над «и», что ты вот такой вот умный, знаешь, а все вокруг копаются в собственных, там, в собственных какашках и друг в друге кидаются, а ты вот такой белый, пушистый, стоишь в сторонке. Белый. Да, вот ты. Белый. Сразу давай, ну, что вот, мол, вот я, а вот там вот такой народ, вот он тусуется, и вот я не с ними, мол, я вот такой интеллигентный, умный, хороший, и вот я вам покажу вашу гниль, вашу там, типа, грязь. Вот как-то про это. Мне что нужно ответить на это? Ну, то есть что ты хочешь, чтобы я сказал? Тебе нужно ответить, ты вот народом, или ты действительно иронизируешь и издеваешься над бедными людьми нашей страны? Я считаю, что, как минимум, я называю вещи своими именами, и ни в одной из этих песен, что Магадан, что песня про Родину, что любая другая песня, я не соврал. Я не понимаю, почему я в этом, собственно, должен быть виноват. Мне не обязательно, я не знаю, я не святой, последний человек, который любил людей, был распят на кресте. Я, конечно, не, я не знаю, я вообще не призываю людей быть, я не хочу им быть примером для подражания. Но я просто называю вещи своими именами и говорю то, что думаю. Если это кому-то нравится, если кто-то с этим согласен, это прекрасно. А если нет, ну, я же как бы не червонец, чтобы нравиться прям всем подряд. Ну, то есть, тут нет как бы такой желания понравиться такого, ну... А какой-то у тебя идеологический заряд присутствует при этом? Или ты, то есть, ты хочешь перевоспитать людей, там, что-нибудь кому-нибудь? Я не воспитатель. Я вот много раз уже это повторял и скажу еще раз, что задача творца, художника, кого угодно, ставить в произведение вопросы, но не отвечать на них. То есть, там, в той же Анне Карениной, у Толстого, хорошо это или плохо, что Анна умерла и почему она умерла, это все остается на, как бы, читателю. Он потом заканчивает книжку и размышляет на эту тему, ищет, там, проблемы, там, решения их и так далее. Я считаю, что вот в этом смысл искусства – будоражить и поднимать вопросы. Но не воспитывать. Это я не пишу, это не учебники. А должна быть ответственность за слушателя? То есть, ну, вот, наслушавшись твоих песен, ну, грубо говоря, знаешь, если не твоих, а, например, песен Нагана, молодой человек 17 лет вполне может представить, что это круто – гонять на тачке и, типа, пулять из ствола, шмалять, торговать, там, типа, планчиком, там, и прочее. Наверное, к нему вопросы. Ну, вот, к нему я тоже задавал эти вопросы, но я имею в виду, что ты считаешь. Он сказал, что это, как бы, нет, он сказал, что, ну, как бы, улица, она учит, конечно, жизни, но это, вот, как бы, лирическое, скажем так, ну, как бы, лирическое, как сказать, правило, правило вот этой игры, типа, хип-хопа, рэпа и прочее. То есть, ты чувствуешь ответственность за слушателя? Я в них не шмаляю. Нет, я не чувствую ответственность за слушателя. А почему? То есть, они сами должны разобраться, что правильно, а что не очень. Ну, конечно. И ты понимаешь, ну, да, а зачем мне, по большому счету, заниматься разжевыванием своих песен и рассказывать о том, что я на самом деле хотел, там, сказать, я не должен. И, в принципе, никто не... Это же скучно и неинтересно. То есть, это, конечно, есть программы, в которых показывают кино, а потом собирают людей в студии создателей и... Он имел в виду это, он имел в виду то, там... Да, что он имел в виду, и начинают обсуждать со зрителями, что объяснять. Наверное, кому-то это нужно. Мне кажется, что... Это же самое интересное. Прочитать самому, там, ту же книжку и понять... А тут неправильно поймут. Ну, вот смотри, у Раскольникова же, например, у Достоевского, его же тоже понимали по-разному, там, Макс от души мне прислал, да, что он смотрит. А на самом деле Раскольникова же тоже понимали по-разному, что имел он право убить старушку, не имел он право убить старушку. Одинаковые люди, разные ли люди. Это же как бы целый вопрос для обсуждения, он вечный, в принципе. Да и вопросы в моих песнях... У меня сейчас все интервью превращается в вопрос. Кто виноват? Что делать? И так далее. Я, как найду ответы на вопросы, я их напишу, скажу. Звонок у нас есть телефонный. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как зовут вас, откуда? Меня зовут Паша, я из Екатеринбурга. Здравствуйте, Паша. Ну, еще бы привет. У меня вопрос, будут ли еще совместные прайки с шнуром. И скажите, что это ческая чувака такая называется на голове? Что, что, что? Это к ведущему вопросу. А, у меня какая-то, как называется, прическа на голове? Тут просто ребят у вас прижили. Ребят у вас прижили. Прилагаю, а есть ли вопрос? Первый претендент на диск. Я сразу говорю, что есть у меня друг Апачек. Он делает настоящие мужские прически. Настоящие мужские прически делаются исключительно топором. Вот, собственно, обращайтесь, телефончик подкину. А, я просто пролил на себя воду и прослушал. Первый вопрос был, Василий, расскажи-ка, будут ли у тебя еще совместные с шнуром? Я не знаю. На мой взгляд, молния, конечно, в два раза в одно и то же место не бьет. И то, что мы с Сергеем Владимировичем и группировкой Ленинград сделали, мне кажется, получилось смешно, неординарно и интересно. Что будет дальше, я не знаю. Пока мы в ближайшее время ничего не планируем. Ну, пока мы сделали, пока этого достаточно. Это точно. Ну, хочешь удивить Бога, расскажи ему о своих планах. Что будет через два месяца, через год, я не знаю. А, слушай, а как он вообще? Он послушал альбом целиком, была какая-то реакция там его? Я, кстати, так и не справлю. Я знаю, что он... Ну, по-моему, он симпатизирует. Ну, другой стороны, как тебе сказать, он бы, наверное, ничего не делал со мной, если бы не испытывал какую-то долю симпатии. Я не буду отвечать за него, потому что, ну, как ты, сам себя сейчас буду хвалить и так далее. Я сам, я скажу, что я к нему отношусь с большим уважением, и работать с ним было интересно. И вообще, я рад, что мы знакомы. Серега, я передаю тебе большой привет. Большой-большой. Вот. Он очень талантливый человек. Вот. Что еще сказать? Я забыл, что ли. Все хорошо. Да, друзья, давайте я расскажу, воспользуюсь эфиром и расскажу о том, об альбоме, о том, как вы можете его достать. Я объясню, почему. Потому что современное все-таки время, оно обязывает выпускать альбом, не просто вышел и вышел. Альбом вышел в трех вариантах. Есть три сравнительно легальных способа его достать, друзья. Альбом получить можно либо путем покупки диска. Это могут сделать те люди, которые слушают CD, которые хотят... Вот этот альбом, я показываю, вот так он выглядит. Вот если открыть его, внутри есть пластинка и список песен, какие-то картинки, либретто о том, что есть в альбоме. В общем, такое красивое подарочное издание. Диск вышел только в таком варианте. Если вы хотите покупать диски, то купите этот, а дешевую пиратскую поделку покупать не стоит. Не стоит кормить барыг. Второй вариант, который есть для того, чтобы приобрести альбом, есть сайт thankyou.ru. На этом сайте вы можете совершенно бесплатно скачать альбом. И сайт устроен по принципу перечислить денег столько, сколько хочешь. Причем я сейчас добавлю, что это довольно легко сейчас сделать. Если раньше нужно было вводить всякие кредитные карточки, то сейчас можно посредством смс просто... Я просто не знаю, как это работает. Можно смс-ка отправить, и это довольно удобно. Потому что, например, отправить хотя бы 10 рублей, то есть это уже... Я не прошу денег, это остается опять же. Есть люди, которые хотят платить, они платят. Есть люди, которые не хотят платить, они могут не платить, и это вполне законно. И есть, конечно, сайт truetracker.org, на котором существует авторская раздача альбома. Он там в двух вариантах есть. И я просто понял, что если бы... Последний и главный оплот пиратского. Если бы я это не сделал, то это сделали бы за меня какие-то прыщавые подростки. Я решил, что все-таки я лучше сам отдам эту пластинку. Зачем мне держать то, что... Так что, кто хочет, качает бесплатно. Кто хочет, качает за деньги. Кто хочет, покупает диски. В принципе, мы должны были у всех... Слушай, а лейбл как к этому относятся? Ведь у тебя же издал лейбл, правильно я понимаю? Да. А вот crewtracker, они там не говорят тебе, ты что творишь? Тебе нельзя такого делать? Нет, ну мы оговаривали это. Я еще раз повторяю, что есть много сайтов, на которых... Наверняка я даже видел. Много сайтов в интернете, с которых можно скачать альбом. И это нелегально. И я подчеркиваю, что если будете брать пластинку бесплатно, то вот есть три варианта, в принципе, они все легальны. И это те варианты, которые мы оговаривали с лейблом. О том, что там, опять же, на диске это не распространяется. Покупайте только такой альбом, и наверняка будет какая-нибудь подешевка, подделка. То есть они все-таки уже понимают, машина сдвинулась. То есть они понимают, что с этим бороться бессмысленно, и можно просто раздавать. Да все это понимают, давно уже понимают. Конечно, нет, я думаю, что тот, кто хочет купить, он купит. Тот, кто не хочет, он не хочет. И это понятно, я думаю, каждому человеку уже. Каждому, кто работает в этом бизнесе. Слушай, а вот интересно по поводу thank you. Вот если не секрет, сколько человек скачало там? И сколько денег? Я здесь статистику не знаю. Я думаю, что денег там наверняка немножко. И вообще, в принципе, я просто знаю цифры у артистов, которые считаются успешными на этом сайте. Российских артистов. Ну да, на thank you.ru там какие-то. Но я не хочу. Без названия артиста скажи хотя бы в порядке суммы, чтобы понимать, насколько ответственны у нас люди. Ну да, ну то есть очень круто, это когда артист получил за альбом 100 тысяч рублей. Это за там большой срок? Нужно какой-то период там, да. Вот это самая большая сумма, там есть артисты, которые столько получили денег. Это, ну это немного, это единицы. Это именно добровольные, вот именно добровольные. Да, те, кто перечислены. Да нет, это значит, что люди, которые у кого-то есть там, ну то есть, как-то сказать, сознание. Мне тоже часто пишут, почему я сам? Я вообще не сторонник этого, заплатить сколько хочешь, потому что это похоже на попрошайничество. Ну мне объяснили, что есть люди, которые не могут там заплатить, ну могут скачать, но хотят заплатить, и им нужно дать эту возможность. Мы эту возможность предоставляем, но я не питаю иллюзией, что мы там заработаем миллионы. То есть, это сделано, если человек там понравилось, скачал, путь кидает деньги. Не хочет, ну я его не заставляю. Это как бы нормально. Слушай, а возвращаясь еще к музыке, к там подоплеке и все такое прочее. Вот ты, как и многие артисты, то есть, ты говорил неоднократно в интервью, что вот изначально все равняются на какие-то высокие, ну ставят себе высокую планку, играют там как Radiohead, как Oasis, там еще что-то такое. Стараются. Но потом, по итогам, то есть, твой лирический герой того же Магадана, он по итогам, он прогнулся под систему и стал играть то, что от него требует. Да нет, он не прогнулся, он сделал просто от балды какую-то ерунду. И оно и сработало. Ну, а получается, он же пошел на поводу, он опустил эту планку, ну, как бы, так сказать, это же не труп. То есть, он должен бороться против, ну, пытаться перевоспитать. Да нет, ничего никто не должен бороться. Зачем? Ну, с кем бороться? Ну, ты, ты думаешь, что пойдешь бомжам объяснять, что плохо быть бомжом? Или что-то пойдешь там на... Попытаюсь объяснить там, что слушать. Пойдешь в пиратскую палатку с дисками и скажешь, что это все пиратка. Это нелегально продается, зачем вы это делаете? Они тебе в табло дадут просто, как минимум. То есть, ты даже, если ты будешь работником лейбла, ты никогда ему в жизни не докажешь, что выйдет армян с дубиной и даст тебе в табло. Ну, это зачем? Заказывать человеку... Нет, ну, человеку доказывает, что вот одна музыка там интереснее и лучше слушать. Я против клише, я против навязывания вообще какого-либо. В принципе, я вот за... Все, что происходит в телеке и в радио, это свое родное демократия в России такая. Ну, такая вот музыкальная, культурная. Нравится это больше. Это даже как в больнице, например. Лежал когда-нибудь в больнице. Знаешь, там бывает такое, в больнице в детстве, там есть, например, такой закуток, где пациенты смотрят телевизор. И ты выходишь, и, например, по какому-нибудь каналу идет там Декстер. Внезапно там какой-нибудь канал купил этот сериал и показывает его. И ты хочешь этот сериал посмотреть. Но, увы, по другому каналу идут ментовские войны. Или Петросяна. И сидят... Петросяна уже нет. И сидят, например, там, у вас 30 человек, пациентов, а ты один хочешь посмотреть Декстер, а все хотят ментовские войны. И ты будешь в итоге смотреть ментовские войны именно потому, что 29 человек... Нет, 25 хочет смотреть ментовские войны, а остальные затрудняются, соответственно. Вот. И поэтому это все демократия. Я не считаю, что нужно навязывать что-то. Оно вообще во всем мире никогда не... Битлз никто не навязывал. И никого не навязывали. Даже вот ты упомянул Нагана. Его же никто не навязывал. Хотя вот он с рэперами, со всеми, с кастой. Они же стали таким своеобразным сейчас музыкальным мейнстримом. Ну, это хорошо, это правильно. То есть они на музыкальных каналах и так далее, и так далее. И это нормально. Это значит, что эту музыку слушают. Значит, что есть аудитория, которая это любит. И это нормально. Я за свободную конкуренцию. Абсолютно. Давайте клип посмотрим прямо сейчас. Напомню, что Василий Гончаров, он же Вася Обломов, у нас сегодня в гостях. Звоните по телефону, пишите в наш твиттер. Слушаем музыку. Звоните по телефону, пишите в наш твиттер. На этом все. Жизнь заберет свое. Все выводы похожи, но все не то. В одной из тысячи картин. Один. На этом все. Сгущается туман. Все счастье, все надежды, все сквозь стакан. Одной из тысячи дорог в песок. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. С кем остался я, где расстались мы, скажи. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди, все сквозь стакан. На этом все. И пусть тогорят мосты, и в вечности оставшись считает дни. В одной из тысячи картин. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. С кем остался я, где расстались мы, скажи. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. С кем остался я, где расстались мы, скажи. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. Скажи, кто если не мы, неизбежность там, где-то впереди. Первейший из альтернативных. Меня зовут Болелов Борис. В гостях у нас Василий Гончаров, он же Вася Обломов. Тут периодически спрашивают. Лидер той группы, которая только что звучала. Да, и в догоночку. Группа Чебоза, которую вы только что слышали, это, собственно, проект, с которого, ну, практически началась твоя, да, основная твоя музыкальная стезя. И мы говорили немного в предыдущем выходе нашем о том, что, то есть я не совсем правильно сформулировал вопрос, то есть как кажется, что Василий после того, как выстрелила песня «Магадан», сейчас он, бац, будет играть вот только исключительно такое вот музло, то есть на потребу жаждущей публики. Но на самом деле все не так. На самом деле, конечно, нет. Почему-то мне задают вопросы, что я там продался кому-то, не продался. Я не знаю, Дэймону Алборну простили «Гориллос». И вот в этом контексте я считаю, что вот с Василий Обломовым я ни перед кем не виноват. И это просто альтер-эго, альтер-проект, которым я занимаюсь. Выпустил альбом группы «Чебоза» я написал уже, у меня, в принципе, готовы песни для второй пластинки, и к осени мы что-нибудь покажем. Просто это занимает все время и определенное количество. И группа «Чебоза», я же не могу ее записывать, я не знаю, как... Ну, то есть мне нужно сесть в студию, там, оркестр вдолбаный, я не знаю, там, рояли все эти. Это же все, как бы, и денег стоит, и времени, и трудозатрат определенных. Поэтому, конечно, все будет, но просто ближе к осени, я думаю, что там новые песни появятся. Конечно. И есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Откуда звоните? Меня зовут Анна, Ростов-на-Дону. Вас беспокоит Василий. Ростов-на-Дону. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Ростов. у меня вопрос такого плана, да, здравствуйте, да, да, я очень уважаю ваше творчество, гордимся вами, естественно, хотим мы из первых рук получать диск, вопрос, естественно, про Ростов, скучаете ли, часто ли бываете? Это все? Да. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, боюсь, что я разочарую, я не скучаю по Ростову, и бываю там редко, ну, бываю там раз в полгода, может, в 4 месяца, ну, я скучаю скорее не по городу, а по друзьям, близким, которые там живут, ну, чтобы я там, я уже спел о том, что жить в прошлом – это первый признак старости, и вот эту старческую ностальгию по местам детства я не очень люблю, я люблю смотреть вперед, нежели назад. А там же корни, основа… Группа корней. Детство. Нет, не дай бог. Да нет, ну что, детство, детство, оно было, сейчас другое время, ну, что, я, я же говорю, просто, у меня с Ростовом всегда были довольно странные отношения с самим городом, то есть это безотносительно людей, которые там сейчас звонят, или которым нравится мое творчество. Ну, кончилось с тем, что я уехал. Поэтому, в любом случае, Ростов, я как бы, я не забываю о том, что я оттуда, и передаю всем моим ростовским друзьям большой привет еще раз. Есть тут еще вот в Твиттер шлют вопросы, самые смелые, один отличный, состоящий из двух частей. Первое, как ты относишься к секс-меньшинствам и вообще вот ко всей этой истории. А второе, что нужно делать, чтобы людей, слушающих, искренне понимающих, точнее не искренне понимающих, а искренне слушающих, очень любящих песню «Магадан», которые могут слушать ее часами одно и ту же, стало меньше. Что нужно делать? Ничего не надо делать. Пусть слушают, ради бога. Пусть слушают, если им нравится. А что касается первой, ты спросил... С секс-меньшинством. С секс-меньшинством. Ну, я не то, чтобы плохо отношусь к ним. Ну, обидеть мне их или нет? Ну, как, я просто на самом деле, я... Вот сейчас слово нельзя говорить в эфире. Ну, в геев я не верю. Ну, как бы я, это на самом деле, я, на мой взгляд, это психологическое расстройство и, то есть, не хочу никого обидеть ни в коем случае, но в конечном итоге эти и лесбиянки, и геи, они нуждаются, в принципе, в противоположном поле, когда речь доходит до сексуальных отношений. Поэтому... И вообще, как-то это... Ну, этого нет. То есть, это какие-то комплексы, ряд, которые вылились в итоге в то, что человек... У него там не заладилось с девушками, он говорит, ну, всё, я мама, папа, я гей. Это всё как-то идиотизмом попахивает. И сколько я знаю случаев в жизни, когда там девушка, которая говорит, что они традиционные сексуальные ориентации, это не со мной было, но я знаю, что она там в итоге после третьей стопки оказывалась совершенно нормальной девушкой. Ну, это такой обычный подростковый... Поэтому я считаю, это та же самая, это как, ну, не знаю, мода, говорит там, что я год, там, я хипстер, я там... Я эмо. Я эмо, там, да, там, я рэпер. Поэтому я никак к нему не отношусь, предпочитаю о них не думать. Да и, кроме того, о них в России-то раз-два я общался, их нет. Этой проблемы нету, и там говорят тогда, гей-парад, да чё там вышли три волосина, их побили перед фотоаппаратами, пограничники или кто-то их побил, и всё. Проблемы нет. Попахают, и страшные скинхеды. Так, когда, знаешь, они там начинают, там, звонить, там, я, там, бить себя в грудь и говорить, что я, там, другое сексуальное меньшинство. Да ради бога, если нравится, то будет, то какая разница? То есть я же, как бы, не запрещаю же вообще, ну, будьте, пожалуйста. Главное, чтобы не наступали на свободу. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, это же, как бы, такая истина тоже. А есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас, откуда вы? Александр Саратова. Здравствуйте. Саратова, привет. Да, у меня вот такой вопрос, как бы, я вот сам занимаюсь, ну, вернее, как вот у вокалиста, вот, меня очень интересует. А вот вы в плане рока, например, я, конечно, послушал ваши песни, очень там стихи интересные, красивые. Но я вот, например, мне интересно было бы послушать, как, например, вы исполняете какую-нибудь такую веселую, там, скажем так, зычную песню. Потому что у меня лично вот очень любимые, там, исполнители, вокалисты, это, ну, конечно же, зычный Джон Бонжои, там, вот, Кавердейл очень нравится. Недавно послушал Брюса Диккенсона, вот, кстати говоря, мне кажется, что солистка Мотор Боулинг, она прям буквально дочь его. То есть вот как вы дальше планируете вот развивать свои вокальные данные? Вот такой вопрос. Если можно, конечно, что-нибудь исполните. Прямо сейчас. Как звали звонящего? Александр. 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 Если есть веселенькое, хотя бы один куплет. Александр, мы... А я станцую за... Александр, я... Вы наверняка можете пользоваться интернетом, и там есть достаточное количество видеозаписей, в которых я в составе группы Чебоза пою песни. А также... Я ввел в виду позитивные, то есть у группы Чебоза есть такие позитивные песни, как... Слушай, вопрос, как в ресторане в Сочи. Слушай, а есть что-нибудь веселенькое, братан? Как группа Мотор Боулинг, вот, например, что-нибудь такое? Слушай, ну, пусть они это и поют. Слушай, я не знаю, этот стол у нас песней зовется. Ребята, я пою то, что пою. У меня есть песни, они не все грустные. И вот есть группа Чебоза, у нее есть два альбома. Скачайте, послушайте, или там, купите, послушайте. Ищите там, я не знаю. Мы не в ресторане. Как-то я странно. Знаешь, это из серии, я не знаю, там, вспоминается тот же Ростов-на-Дону, да, когда-то там... Мы когда-то давно-давно еще не были известной группой, выступали в каком-то местном клубе, там, сидячие места, типа... Ну, там, не сидячие, а за столиком сидят. Слушай, а есть что-нибудь веселенькое в натуре? Ну, что-то, я не знаю. Это из серии прийти к Тому Йорку и тоже спросить, слушай, а что у тебя все так это... Чего ты себя глазом дергаешь? Чего ты глазом дергаешь-то в натуре? Ты чего вообще? А что вот в таких ситуациях, вот ты подумаешь, что веселенькое, ты есть, давай. А как вот в таких случаях себя вести? Ты как себя вел, когда тебе так говорили? Да никак. Ну, а как ты себя вести? Никак, никак себя не ведешь. Ну, как там, типа, да ладно, присядь, там, или что-нибудь такое, просто отворачивал, уходил, он тебе, слушай, иди сюда. Нет, нет, дальше никто не продолжается, дальше не продолжается. Но в каком-то концерте, у Чебоза, акустические концерты были когда-то в Ростове однажды, и мы с клавишником играли, с Илюхой, и кто-то там что-то начал... А, написал записку какую-то, там я записки из зала читал, написал записку, я ее прочитал, и там народ напрягся тут же, на этого человека. Ну, как бы все было нормально, ну, люди же разные бывают, в конце концерта. Я видел, как... Конфликтов не было. Господи, в Ростове я видел, как в Акарчуку в клубе кричали хохлы, будаки, верните газ. Сволочи. Ну, что же. Прервемся на рекламу и вернемся в эту студию. А вы пишите в наш официальный твиттер и звоните по нашему официальному телефону. Василий Гончаров у нас сегодня в гостях. И снова, здравствуйте, программа «Звездочат», прямой эфир, первейший из альтернативных. Василий Гончаров, он же Вася Абломов, вот тут принимает ваши телефонные звонки. Звонок по фенеботу, да. Да, вот так что звоните, не стесняйтесь, в нашу студию прямо сюда. Василий, кстати, хочет сказать, что у меня есть твиттер, и если вы пользуетесь этой приблудой, то VS, нижнее подчеркание, обломов, и вы можете стать моими последователями. Записывайтесь в фоловите, Василия, становитесь друзьями. Слушай, такой вот вопрос касательно ситуации, там, типа культуры и все такое прочее, все тут бьют тревогу. Как ты считаешь, кто сейчас герой молодежи? Вот кем хотят стать, ну, ты с тобой же общаешься, поклонники, фанаты и прочее. Баста Гуф. Баста Гуф. Ну, это правда. Это один такой, ты же, тандем. Медведев Путин, Баста Гуф. А если взять какую-нибудь ролевую модель, вот на кого хотят быть похожи, ну, то есть, если не брать, то есть, какой работой, какой бы работой занимались современные подростки? Все хотят ничего не делать, все хотят ничего не делать, ну и как, насколько мне кажется, все хотят ничего не делать и получают за это деньги. Но, друзья, я честно скажу, без грамма иронии, единственное, кем вы можете быть, это собой, потому что все остальные роли, к сожалению, уже розданы. Уже заняты. К несчастью, да, уже все. А вот еще, вот к тому, вот социальные лифты современные действительно не работают, да, вот совсем набросок. Сломаны и не чинятся никем, да. А как при этом, так сейчас, мне это было как-то поумнее сформулировано. Да, не то, что как жить, но как жить, понятно, жить, не врать себе и людям, и все будет классно. А есть мнение, что за последние 10 лет понятие добра и зла, вот в связи с этим, со словом этих лифтов, сильно изменилось. И сейчас как бы считается, что вот успех гораздо важнее, чем там честность, что деньги гораздо ценнее, чем там, грубо говоря, друзей не кидать и прочее. Как, как жить вот, вот, как не, где вот эти маяки, чтобы правильно себя чувствовать? Мне кажется, они, в принципе, в любые времена, они были одинаковыми. То, о чем ты сказал, то есть, там, дружба, честность, любовь, семья, я не знаю, там, вот эти все правды, как это глупо бы не звучало. Ну, конечно, на это все надо ориентироваться, но это же остается на совести человека в итоге, у любого, как бы ты ни жил. Надо просто, типа, стараться, чтобы не было стыдно за то, что ты делаешь. Чем бы ты ни занимался, то есть, будь ты, я не знаю, там, милиционером, ну, не бей людей дубинами, лови мошенников, я не знаю, будь хорошим милиционером. Вообще, я считаю, что, ну, то есть, если ты, будь хорошим, люди к тебе потянутся, не знаю, потянутся или не потянутся, но... А если вот ты хороший-хороший, а к тебе не тянутся, и ты не... Это не значит, что он очень хороший, это не значит, что надо быть мальчиком любить я, там, Иисусом Христом становиться, там, всех любить, он уже плохо кончил. Нет, ну просто Какие-то есть нормы, приличия Правильно, опять же, свобода одного Заканчивается там, где начинается свобода другого А вот эти нормы, приличия Если ты, вот ты где их искал и откуда их брал? Ой, а тут все очень сложно Ну как, ты социум, ты живешь всю жизнь, общаешься Ты, это то, что ты читаешь Смотришь, ешь, то, что тебе говорят То, как ты это все перевариваешь И в итоге получаешься ты сам по себе И тут рецептов Как стать, я не знаю Хороший человек, плохой Рецептов установления нету Но самое главное, мне кажется Это нужно научиться делать логические выводы Уметь правильно мыслить Ну просто уметь делать, связывать одно с другим И вот тогда у тебя Тебе будет проще понимать Те или иные вещи, потому что не быть Вот этим стадом, который ходит, ищет лидера И говорит, ну как там быть, ну как там быть Нужно стараться все-таки Самому принимать решения Но они должны быть взвешены Нужно иметь позицию, и она тоже должна быть Взвешенная То есть она должна быть Позиция не должна быть просто Я против, потому что просто я против Просто То есть это так же с музыкой То есть если убрать политику Там есть люди, которые возненавидели группу Coldplay После того, как она стала везде Но эти люди просто, значит, не умеют слушать песни Потому что точно так же, как любить Там какую-то группу и воспринимать любое Самое даже ничтожное ее творение Как гениальное Ну надо просто каждую Ну да, понятно, что нужен такой вот центр Какой-то свой, твой личный То, что ты должен, да То есть ты должен понимать, что там даже Coldplay Они могут сочинять и хорошую песню И отвратительную песню Безотносительно их статуса И то, что они везде появились Это не говорит никак О их, как там Какой-то там Творческой единице И так далее А вот еще вот касательно позиций и прочего Продолжить тему То есть на альбоме есть довольно сильная и тяжелая песня Основанная на реальной истории О том, как Роме пришла повестка в армию И Рома потом выпотрошили И это действительно случилось Случилось в 2010 году В прошлом летом В 2009-м А, в 2010-м, да В 2010-м И в 2010-м же году тут, ну, прокуратура как бы заявила Как закончилось, как все у нас заканчивается Как все заканчивается, что ничего не было Вам показалось Вот, то есть ты как бы с одной стороны вроде вне политики А с другой стороны, ты вот говоришь о таких вещах Ты выступаешь Политики нет Но ты выступаешь на концерте в поддержку Троицкого То есть ты вот Там тоже политики по большому счету Ничего себе А я что там политического-то Ну вот как этот самый А так по мне вот этот вот Артемий Троицкий мой Я его считаю там своим приятелем, другом Мы в хороших отношениях Артем Вполне политическая фигура уже практически Ну, то есть в музыке я имею ввиду Я вообще, ребята, я не люблю Агату Кристи Вот закидайте меня там сообщениями в Твиттер О, видишь, да Я никогда не любил Агату Кристи И если уж мыслить категориями, как мыслит Вадим Самойлов То я предлагаю всем дворникам Всей нашей необъятной родины Подать на него в суд За строчку в песне Цитата Дворник жопа с метлой А госнаркоконтролю А госнаркоконтролю Можно заинтересоваться Возможной пропагандой наркотиков В песне «Опиум курить» Там как она Давай встретимся вечером Будем опиум курить Вот если мыслить категориями, как Вадим Самойлов Мне кажется, вот он довольно странно поступил Мне непонятна его логика А поскольку я То есть Солидарен с Артемием Кимовичем В его Ну просто Я считаю, что К нему можно относиться по-разному Лично Любить, не любить Но то, что в этом случае На его стороне была правда Это очевидно Я посчитал своим долгом Приди, спеть пару песен И сказать слова в его поддержку Политика тут при чем? Ну то, что Борис Немцов туда прискакал Ну прискакал он Ну и что? Ну я как бы не люблю Бориса Немцова Бориса Немцова я не люблю То есть Борис Это да Телефонный звонок у нас есть Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Игорь Я город Старый Оскол Я ваш однофамилец Кстати Я хотел задать Вот такой глобальный вопрос вам Ваши принципы Ваши жизненные позиции Ну только что Про это практически говорили Но Я считаю, что Проще всего будет Спасибо за вопрос Я Да, только что об этом говорили Я скажу, что Ну вот Просто вот есть альбом Повести я рассказываю Вы послушайте Там в принципе все достаточно В принципе понятно Герой всех песен Он ни разу не соврал И я думаю Вам все будет очевидно Как-то так А если продолжить Скажи вот о чем мечтаешь Ты как человек Как исполнитель Как музыкант И чего хочешь Самые детские мечты Они же исчезли Когда после детства Все случилось Сейчас мне Такие какие-то Ну как я хочу Чтобы были Родственники мои Там Родные, близкие Чтобы были здоровые Не болели Чтобы у них Все было хорошо С благосостоянием Чтобы не дай бог Не было войны Такие банальные вещи Чтобы жизнь Наладилась Чтобы Полегче было Нашим детям Потомкам Здесь жить Ну как Такие обычные Я же как бы Музыканты Это не значит Что-то сверх У меня такие же Все люди У меня такие же Обычные Человеческие желания Есть еще у нас Телефонный звонок Здравствуйте 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 Как зовут вас Откуда звоните нам Я? Здравствуйте Слышно плохо Сама разговариваете? Да, да, да Здравствуйте Прекрасно вас слышно Здравствуйте Я с Ростова звонила Снова здравствуй, Ростов Ростов Вопрос-то Будет у вас? Йоу Идет задержка Просто в телефоне И в телевизоре Я не пойму Говорите в телефон А вы говорите в телефон Вопрос А телевизор не слушайте Да, хорошо Меня зовут Юля Я очень рада Видеть Вас и слышать Хотела задать вопрос По поводу Антинаркотического фронта То, что завтра Будет концерт Но в принципе Он сейчас Уже сказал и так Все, что он думает Какой вопрос У меня вот Другой вопрос Тогда Да, да, да Я пишу стихи Совсем недавно Ну вот с детства Это у меня Было Я вот недавно Начала Я взялась Но я знаю Что получается Стихи пишешь Люблю петь Музыку Все чувствую Отлично Ну вот Не знаю Вася может посоветовать Что-то С чего начать Просто Вот как Куда может быть В интернет Закинуть Свои стихи Или что Хочется просто Донести Для людей Отличный Отличный вопрос Спасибо Вам классно Я считаю Что Хороший вопрос Спасибо У меня есть Кстати Говорят Что Спасибо Говорят Что поэзия То есть поэты В том виде В котором они существовали Раньше Они себя исчерпали Но у меня есть приятель Его зовут Олег Груз И Олег Он достаточно талантливый поэт Который пишет стихи Там есть какие-то сайты Прозору Стихи.ру И так далее Он снимает ролики Со своими стихами И он достаточно востребованный У него творческие вечера И так далее Я бы вам посоветовал Чтобы вы Я не знаю Пишите Если вам не стыдно Это показывать Если вы не стесняетесь Если вы считаете Что это круто Выкладывайте в интернет И если У этих стихов Есть читатель То они обязательно Вас найдут Я так считаю Главное не бросать Да Пишите Если Сейчас не оценят Потомки оценят Хотя бы Ваши улыбки Мне это Боярский сказал Мне кажется Это мудро Слушай А как вот Есть Для меня Поп-музыка Различается на плохую И хорошую Для меня вообще Музыка Различается на Хорошую и плохую Просто музыка А вот как бы Есть для тебя Хорошая попса Плохая попса Ты как-то различаешь Эстраду И не эстраду Как-то Вообще не различаю Песня либо хорошая Либо Либо нехорошая Тогда как отличаешь А все Тут тонкий момент Тут нет такого Просто оно Как бы Нравится На каком-то Внутреннем уровне Торкает Торкает твои Какие-то Внутренние Вибрации То есть Вообще сейчас В музыке Для меня Лично Все звучит Довольно предсказуемо Не только в русской Вот в зарубежной В частности В Англии Я очень слежу Как бы так Постараюсь за тем Что происходит Но вот Появилась там Группа И у них песня Называется Stay Мне очень понравилось Я прям проникся Я был Как-то поймал настроение И прям я был Вот в восторге От того Как это сделано И параджировки Вот в песне Все это прям Было круто Ну альбом послушал Ну альбом ничего Ну там Ну так То есть Ну а песня Мне прям понравилась И опять же Все песни Они просто проходят По критерию Как-то зацепило Не зацепило Но песня Coldplay Мне не понравилась А вот какие-то Конкретные То есть нет такого То есть мелодия Важнее Слова Текст Голос Оно все Вкупе В итоге играет роль Очень важную То есть Это в той же Рэп музыки Например Если Там Это Разговор Вот этот Он должен идти На фоне То есть музыка Она должна Передавать настроение Которое существует В песне Потому что Если на радостную Там Музыку Будет что-то минорное Оно будет В диссонансе Происходить Ну тут такая Опять же Должно либо Оцеплять Либо нет У меня в плеере Чего только не бывает Поэтому Я абсолютно Смотрю хорошо На любую музыку Лишь бы она сделана Была хорошо И сейчас Смотрим Клип Сделанный отлично Сделанный от души И от души От души Вася Обломов Группа Ленинград Ох, русское поле За облачный край Дороги открыты Иди выбирай И каждому выбор В жизни был дан И водки слеза Наполоняет стакан Мы в общем вагоне Злодейка судьба У каждого будет Своя колея Мне вспомнилось детство Я весел и пьян Я еду Еду в Магадан Еду в Магадан И так незаметно Подкралась ночь Колеса стучат И ждет где-то дочь На сердце печаль Его рвет от тоски И руки сковали Браслеты тиски Мы в общем вагоне Злодейка судьба У каждого в жизни Своя колея И годы проходят Я весел и пьян Я еду Еду в Магадан Еду в Магадан Еду в Магадан Я еду в Магадан Я еду в Магадан Мы в общем вагоне Злодейка судьба У каждого в жизни Своя колея Мне вспомнилось детство Я весел и пьян Я еду Еду в Магадан Еду в Магадан Еду в Магадан Я еду в Магадан Я еду в Магадан Я еду в Магадан Мы продолжаем прямой эфир Программа Звездочат Первейшая из альтернативных В гостях у нас Василий Гончаров Он же Вася Обломов Вася Которого вы собственно только что не слышали Но вот мотивчик слышали Слушай, а ты же ведь был в Магадане-то уже В марте месяце Я приехал на четыре дня Магадан, друзья, прекрасен Магадан, друзья, прекрасен Нереально Крут Передаю привет всем своим новым магаданским друзьям Пользуюсь случаем Таймурас Рамазанович Вам отдельно Вот Было нереально То есть там прекрасная природа Там 8 часов лету И ты не в Нью-Йорке, а в Магадане Вот такое И тот самолет, который тебя привез Потому что там довольно мрачно привез Ну да, там при том, что природа красивая Ситуация оставляет желать лучшего Да, там забытый край Никому никто не нужен Там все Разрушенные там дома Люди без газа, без воды Ну как там Россия в миниатюре Есть, конечно, богатое меньшинство Которое там занимает Управляющие должности А есть Бедная нищета Которая там живет Бухает Там, я не знаю Просто там Тонет там в море Я не знаю Вообще без ничего И довольно унылый вид Это все имеет Ну то есть Как бы жалко людей Там очень суровая погода Там Сошла лавина Там снежная И люди без хлеба Там две недели То есть там Не знаю Но при этом Встретили они меня Очень душевно И очень Я признателен Я действительно Когда я приехал туда Ну была несколько такая Ну непонятка Ну Магадан Ни хрена себе А конечно Когда я уезжал Было уже довольно грустно Потому что они Они очень душевно Встретили Очень приятные люди В общении оказались И показали мне Вот очень Этот неизведанный край Они так очень С душой Отнеслись вообще Ко всем Я очень признателен Мне так даже Очень трогательно было От того что Они так нянчились с нами Возили туда-сюда То есть Причем они не должны были Этого делать Но было прикольно Там И люди которые пришли на концерт Вне зависимости от того Что я боялся Что там мало ли кто там придет Ну потому что Нет не закидают Потому что там На клубе В клубе там внизу Охрана с этими стоит С пистолетами Там много людей Ну потому что приходят Там типа якуты такие Такие джинсы в носки заправленные Там Свитер в трусы Вечерами подраться Ну развлечение же нужно Вот Но у меня на концерте Все было очень мирно И девушки Парни Все пели Присали И это было так Очень мило Телефон звонок у нас есть Здравствуйте Вы не из Магадана Случайно Здравствуйте Борис Здравствуйте Василий Здравствуйте Василий Вопрос вам Ну В начале эфира Вы Представили Зрителям Свой новый альбом Ну и тут видно Что в плане оформления Альбом не из простейших Я бы хотел узнать Кто работал Над дизайном альбома Угу Хороший вопрос Спасибо за вопрос И я С вашего позволения Я покажу Эту книжечку А над дизайном альбома Работал мой друг И соратник Кстати говоря Из Ростова На Дону Его зовут Женя Тут каждые песни Придуманные Иллюстрации Вот Мне нравится больше всего Вот к одноклассникам К песне одноклассник Вот такая иллюстрация Придумана Вот Ну всякая А одноклассники тебя не побьют За такой иллюстрации Да нет Че Напишут мне вконтакте Я Я это самое В общем это мой друг Женя Рутюнов Он живет в Ростове Мы раньше с ним Он кстати В самом начале Творческого пути Играл со мной в группе Чебозы Он тоже пел песни Вот Женя Передайте большой привет Это Женя Он старался Он дизайнер Вот это его рук дело Ну то есть концепцию Мы то придумали Что это будет Вот книжка такая Ну а вот воплощение Собственно Это уже от него было Слушай А вот вам Как мне кажется Песня одноклассники Она вообще довольно важная То есть на альбоме Как ты к ней относишься Я ко всем песням на альбоме Я скажу тебе так Что это тот альбом Который У меня не было Желания просто А бы что сочинить Если бы я хотел А бы что сделать Я бы сделал это уже В январе месяце А то еще и раньше А год назад ты говорил А так Шутка Песня шутка Ну вот Я понял что альбом Просто у меня были песни Которые я сочинял в стол Они были разговорного жанра И вот когда я с тобой В прошлый раз раз разговаривал На этом диване Я говорил о том Что если будет альбом Я его сделаю Ну то есть надобность Когда я выложил песню Кто хочет стать милиционером Я не рассчитывал на то Что ее кто-то поймет Ну то есть что ее Там через пять дней После выкладывания этой песни Я был уже там на НТВ В сопровождении Хора ментов Исполнил эту песню Потом через какое-то время Выложил С чего начинается родина Тут уж я точно не рассчитывал На понимание Но бах И эту песню слушают И это как бы Мне начинают говорить спасибо Это очень Это было кстати даже приятнее Чем с Магаданом А копов в огне запилили Кстати если знаешь Такой проект Театральный проект Они тоже хотели В театре МВД Их Жалко Вот И я хочу сказать И вот после родины Я понял что Вот эти все песни Разговорного жанра Нужно Нужно сделать Собрать воедино И издать И А песни Однокласс И вот все песни Которые есть на этом диске Это песни Которые пролежали Какое-то То есть я сочиняю песню Она лежит какое-то время И если она за месяц-два Не надоедает мне Тогда я оставляю в альбоме Потому что в работе было около 20 песен И часть из них я выбросил Ввиду Тех или иных там творческих Несогласий с ними А вот Одноклассники Да действительно Это такая песня Это первая песня Которую мы обнародовали Она была без припева Именно вот такая Просто вот текст Рассказ О том Что случилось Мне кажется она такая Вот Каждый в ней может найти что-то свое Кто-то себя Кто-то Кто-то друзей А причем Самое удивительное Что все это правда Ну то есть Это не обязательно Прям все мои Весь мой В-класс Но это Это просто люди близкие С которыми я рос Это все истории жизни И действительно Был человек Который разбился на машине Не даже в 20 Кто утонул И это все правда Самое приятное В альбоме Что я не Я в принципе Ничего не пришлось выдумывать Я просто взял все И записал Как оно есть Правдоруб Слушай Рубоправда Есть Какой-нибудь у тебя Самый важный совет Который тебе В жизни кто-нибудь Когда-нибудь дал И который ты запомнил И он прям Пришелся Вот И сейчас ты его с удовольствием Передашь Я сказал Мне понравилось Когда Боярский мне сказал Что Твори Пиши Потому что Если сейчас тебя Не оценят То Да бог с ним Потомки оценят Я подумал Что он совершенно прав В этом смысле У меня какие-то еще Правильные советы давал Слава Батусов Но я сейчас Прямо сейчас Я это не вспомню Но он тоже Много интересных вещей Мне рассказывал Слушай А вот если потомки Не оценят То как вообще быть Если растворишься И все Важно сочинить И сделать правильно Важно высказаться Важно Сделать хорошую песню Важно Чтобы это Она заставляла Тебя Переживать Плакать Смеяться Думать о чем-то Важно Вот в это конкретное Важно вообще То что происходит сейчас И не важно Что будет потом Я думаю Что в конечном итоге Есть люди просто Которые пишут Рассчитывая на то Чтобы остаться В истории Я вообще Думаю Это глупо Потому что все равно Все когда-то умрут И Такая пессимистическая Но Но История всех Забудет Всех Мы останемся Там Этими роликами На ютубе Там Запросами В яндексе И все И наши страницы И у меня есть Несколько друзей Вконтакте Которые Которых уже нет А страницы Их остались И это довольно печально То есть Это очень грустно Аккаунт остался Фотографии Все есть Им кто-то что-то пишет На стену Там Спам Рассылки идут А человека уже нет Умер Вот А у меня есть Твиттер Вес Нижнее подчеркивание Обломов Друзья А давай чтобы Что-нибудь позитивное Расскажи что-нибудь Самое позитивное Что произошло с тобой За последнее время Самое позитивное Невероятно позитивную Историю Могу же сказать Как мы выступали На первом канале Покороче Рассказать Быстро Я просто хочу сказать Что Это было прекрасно Друзья И Вот Песня года Которой мы выступали Я выступал со всеми Нашими артистами Которые есть Самыми главными Это София Ротару была Филипп Киркоров И так далее И так далее Виагра И все Меня посадили на Красный диванчик В вид места Чтобы я смотрел Там это новогодняя передача была Я смотрел выступления звезд И комментировал их Потом для Ивана Урганта И компании Я просидел честно В течение выступления Киркорова Стаса Михайлова И в группе Виагра Виагра мне понравилась Больше всех Вот И да Потом ко мне подсел Иван Ургант И это в эфир не пошло Подсел Иван Ургант И спросил Со свойственным его юмором Талантливый человек Спросил меня Василий Какую музыку вы слушаете На самом деле Сказал он Придумывая новую шутку уже Я сказал Поскольку там был Александр Цикало Я сказал Что я рос на песнях Кабаредует Академии Что у меня Вся дискография есть Цикало Переспросил меня Какая песня любимая Я сказал Какая Когда муж Пошел за пивом И конечно В эфир это все В итоге не попало Но Посидел я Кстати отлично Мы прекрасно Мне очень понравилось На этом мероприятии Это правда Очень было смешно И там Балет певицы Валерии Пришел к нам в гримерку Со мной фотографироваться И все такое прочее Привет Балету певицы Валерии Друзья Я вот что хочу сказать Друзья Несмотря на то Что жизнь Такая грустная И печальная может быть Но относитесь к ней с иронией Ирония И вот И самая ирония Это то Что может помогать вам жить В принципе Вообще по жизни Больше улыбайтесь И бодрости духа всем Правильно? Сказал так тихо Скромно Василий Правильно? Конечно Улыбайтесь Всем счастливо Берегите себя И любите друг друга В следующей среде Увидимся Спасибо Василий Что пришел От души Субтитры сделал DimaTorzok